15-й, юбилейный, тоже будем планировать, надеюсь, что увидимся, увижу тоже я многих из нас, и новые лица, и старые тоже. Хотел заявиться с темой еще вот на этот ЛИН, но она была такая не сформированная, и я хотел опять же анонсировать в первую очередь формирование, то есть этой темы, по которой я буду делать доклад, наверное, заведу и ветку на форуме ЛИН-зоны. Также мои товарищи из научного лебового сообщества, наверное, будут к этому подключаться. Такая тема широкодиспенсационная, она касается той же самой корпоративной культуры, культуры приучения к труду, в первую очередь детей. Потому что мы видим, как сказали наши коллеги, что, в принципе, Александр сказал, что все меньше и меньше работников на рынке по тем или иным причинам. И мы должны обращать внимание на детей, на наших детей, как их учат в школах, в институтах, в первую очередь в школах, какие дают навыки, то есть есть ли вообще какое-то критическое мышление, логическое мышление, учат ли их навыками обучения, собственного обучения, обучения других людей. И мы вот по нашей левой тематике, по крайней мере в Ярославле, общаемся с детьми, с нынешними школьниками, бывшими школьниками, и мы видим, что школа как социальный институт существующий, то есть там очень много проблем. И все больше и больше этих проблем, они вылетают в сеть, они вылетают в какие-то заметки, в какие-то блоги, что дети жалуются, что нас не понимают, нас не уважают. Я, конечно, не говорю, что это повально, но тем не менее, то есть все больше и больше нарастают такие проблемы. Более того, то есть нам, допустим, пишут дети, когда мы, или родители, когда мы разбираем проблемы в школах, проблемы, опять же, отсутствия диалога между учителями, чиновниками, родителями и детьми. Говорят, что у нас порой там такое творится, беспредел в школах, мы, допустим, хотели бы, чтобы у нас были бы видеокамеры, чтобы они фиксировали, что у нас происходит на уроках, как ведется процесс обучения, как ведется процесс формирования личности будущего члена общества, то есть активного такого члена экономического процесса, трудового процесса. Вопросов много, то есть мы будем собирать данные, будем опрашивать, потому что здесь много, опять же, то есть участников есть и те же самые ученики, которые попадут во взрослую жизнь, которые там будут, ну, либо руководителями, либо будут работниками, опять же, их работодатели, которые вот спрашиваешь и говоришь, а вы как-то проблемой этой озабочены? Ну, крупные-то они не озабочены, да, то есть там есть какие-то у них корпоративные университеты, они могут, в принципе, предложить условия высшего рынка, они могут выбрать себе там самых лучших более-менее. То вот по малому и по среднему бизнесу этот вопрос тоже очень актуальный, то есть диалог такой местной власти с малым и средним бизнесом по поводу формирования будущих работников квалифицированных не развивает, то есть более того, что я, мы видим, что это даже зачастую, то есть вылечет за собой, то есть наказание, когда, то есть приходит и кто-то о себе заявляет, что мне там нужны сотрудники, я хочу видеть вместе с вами, как формируются, развиваются все вот эти дела, там какие-то средние учебные заведения, которые сейчас, к сожалению, после Советского Союза деградировали практически, то есть до нуля, то и в минус. И я вижу, что боятся бизнесмены, либо у них на это просто нет времени, либо боятся, сейчас я высунусь куда-то к чиновникам и начнется, а ты кто такой, что у тебя там с бизнесом, давай мы у тебя посмотрим, каких-то проверок, вот, то есть вместо, опять же, диалога, как с детьми, как с трудящимися там, так и с теми же представителями, собственниками малого-среднего бизнеса, вместо диалога, то есть, либо стена молчания, либо, то есть, репрессия, но опять же, это как нам кажется. И поэтому эту тему мы будем развивать, изучать, будем рады вопросам, предложениям, и как мы говорим, что, то есть, в эту тему все больше и больше включаются молодежи, молодежь, ну, то есть, дети, да, то есть, там, 14-13 лет, нам пишут, говорят, да, то есть, мы хотим взаимопонимания, взаимоуважения. У многих у нас не просто там нам нужны какие-то работники, еще что-то, то есть, в этих школах учатся наши дети, наши внуки, то есть, это обычная, обычно школа, да, и тема вот такая, я считаю, что мы, как тоже прогрессивные деятели науки, производства, ну, за этой темой, по крайней мере, должны следить. Так что, вот такое я сейчас записал себе, короткое видео, кто-то, может, тоже что-то скажет, задаст какие-то вопросы, на которые, скорее всего, я сразу же не отвечу, но будем, опять же, по этим вопросам эту тему развивать, да.